Всем привет! Меня зовут Катя, вы попали на этот канал. Сегодня в этом видеоролике вы будете наблюдать блог, то есть это видео будет посвящено тому, что я делала на протяжении всего дня. Итак, у нас сегодня 12 октября, скоро уже будут летние каникулы, поэтому напрягите все свои силы, отдайте их в учебу, чтобы вышли хорошие оценки и наберитесь много знаний. Ну а далее, когда будут каникулы, вы просто будете отдыхать и набираться новых сил, поэтому поднапрадитесь. Сейчас около 7.20 часов утра в школу, я обычно выхожу в 7.30, так как нам к 8.00. Конечно, школа находится у меня рядом, но знаете, я такой человек, я жаворонок, я постоянно просыпаюсь рано утром, я постоянно прихожу в школу чуть ли не первая. Не знаю почему, но я не могу в школу прийти поздно, это не мое, я потом чувствую себя как-то неловко просто, если честно. Поэтому к такому образу жизни я, так скажем, не привыкла. Ну что, с утра я проснулась в 6 часов сегодня, умылась, покушала, вот, и переоделась. Сегодня я пойду в черных брюкалах, черной копте и пиджаке. Почему вы спрашиваете, я одеваю пиджак? Я вам отвечу, потому что нам сегодня не разрешают ходить в каких-то коптах. Максимум, можем одеть водолазки разные, волосливы и все, но не кофты. Поэтому, чтобы кофту не было видно, я сверху одела еще вот такой черный пиджак. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, всем привет. Я уже иду со школы, у нас сегодня было 7 уроков, 7 была физкультура. Мы сначала бегали в кросс, ну, сдавали на время, вот, далее нас просто опустили, я переоделась и сейчас иду домой. На улице великолепная погода, конечно, сегодня у нас был дождик, на улице сыро, но все же хорошо. Ну что, дорогие друзья, я уже пришел домой, сейчас буду обедать, буду переодеваться и далее я уже пойду делать уроки. Уроков на завтра не особо много, но надо написать по русскому сочинению. Вот, и, кстати, еще завтра мы будем писать ВПР по истории. Сегодня нам объявили результаты по русскому языку, по ВПРу. У меня 34 балла из РКСБ. Да, это, конечно, ПВХ, но в этот раз у меня была плохая оценка, потому что я очень мало готовилась. Я готовилась только за день до ВПР. Такую допускать нельзя, но нам все равно оценки не особо будут ставить, поэтому можно. Ну что, у нас вот такая вот погода на улице сегодня. Видите, листочки уже начинают падать все. Если честно, я люблю такую погоду, потому что скоро уже зима, скоро уже будет ноябрь. И, в принципе, такая погода мне нравится. Ну что, всем приятного аппетита, желаю, кто сейчас кушает. Ну а я буду что-нибудь сейчас кушать и далее делать уже уроки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, первый урок я сделала. Нужно было доделать немного контурной карты. Саму контурную я сделала, просто я забыла отметить вот эти границы в Российской Федерации. И забыла подписать Балтийский, потом Аннабарский, по-моему, и Алданский щиты. Вот в чём была моя ошибка. Вроде бы я сделала. Поэтому завтра буду сдавать, наконец-таки, эту контурную карту. Если честно, контурную вообще не особо люблю делать. Это не моё просто, если честно. Ну что, ребята, я сделала уже все уроки. Сейчас мне нужно будет сходить в пятёрочку, купить разные продукты, в том числе мой любимый бутончик. И потом нам нужно будет с девочкой сделать олимпиаду по биологии в электронном виде она у нас будет. Я не знаю, как её делать. Я ещё в таком виде никогда не делала. Поэтому будем пробовать делать. В общем, ребят, я уже пришла с центра. Я сходила в пятёрочку. Сейчас я повторила одно задание по родному языку. То есть выучила стихотворение. Далее сейчас у нас будет созвон по вопросу олимпиады, по биологии. Будем с девочками решать по видеосвязи олимпиаду. Потому что олимпиада довольно-таки должна быть трудная, вроде бы. Потому что однажды мы решали, даже в бумажном варианте, все олимпиады, они и так трудные. А в электронном они труднее всегда. Поэтому будет трудновато одно решать. А тут несколько человек сразу. Может, кто-то знает что-то. Поэтому будем сейчас решать. Поэтому пожелайте мне удачи. Ну, а я буду сейчас решать олимпиаду по биологии. Что, ребята, подошло время сказать вам о том, что эту олимпиаду я уже завершила. В принципе, олимпиада была не такой уж и сложной. И для того материала, который мы прошли, он, в принципе, подходит. Сейчас же я занялась написанием сочинений, которые нужно было подготовить на пятницу. Но на пятницу у нас просто куча уроков. Поэтому там не будет недосочнений. Лучше сделать сегодня, когда ДЗ почти не задали. Не жалясь ей завтра и мучиться. Думче просто. А это я просто ненавижу. Субтитры сделал DimaTorzok И так, русский я уже переписала. Сейчас я хочу прочитать литературу. Там нужно нам прочитать литературное произведение «Капитанская дочка». Само задание нам задано на пятницу. Но на пятницу как раз-таки много ДЗ. И поэтому, чтобы не особо себя нагружать, я хочу прочитать эту «Капитанскую дочку» и сейчас. Потому что у меня и так на телефоне мало процентов. Делать там нечего абсолютно. В последнее время в телефоне просто я не вижу смысла ничего делать, так как просто там нет ничего интересного, если честно. Ну что, ребят, всем привет. Настало время сказать вам, что я прочитала уже две главы «Капитанской дочки». И знаете что? Мне очень понравилось. Я даже сфоткала одну страницу. Там очень много мудрых слов, много цитат. Но я прочитала пока что всего четыре главы. И уже из третьей и четвертой главы я могу сказать вам, что, в принципе, мне это произведение очень-таки нравится. И если бы я увидела где-нибудь в каком-нибудь книжном магазине книгу про «Капитанскую дочку», я бы обязательно купила. Потому что мне нравится это произведение. И я бы хотела, чтобы эта книга была бы в моей маленькой, так скажем, библиотеке книг. Потому что реально у меня уже есть достаточное количество книг, которые я читаю, которые у меня уже прочитаны. Вот. Но потом я сделала вот сейчас, помыла лицо, сделала маску. И буду смывать скоро её, конечно же. Ну вот. Но пока что я с вами не прощаюсь. Далее после маски сейчас буду, наверное, смотреть какие-нибудь влоги на ютубе. Вот. Я сейчас больше даю предпочтение каким-то учебным, научным влогам. Не знаю. Я раньше смотрела турецкий сериал, но в последнее время мне как-то не хочется их вообще от слова вообще смотреть. Поэтому смотрю какие-нибудь учебные там, допустим, блоги, видео, что-то в этом вроде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!